Жилищный вопрос никогда не теряет своей актуальности. Молодые семьи стараются решить его самостоятельно, не полагаясь на помощь родителей или властей. Однако государство предоставляет возможности тем, кто нуждается в собственном жилье. В этом году в Верхней Волжье 181 молодая семья улучшила жилищные условия. С одной из семей, которая воспользовалась мерами поддержки, встретился наш корреспондент. У нас есть плодовых деревьев большое количество. Для нас большое количество, если честно. У нас есть яблони, груши, вишни. Что у нас еще есть с тобой? Сливы. Сливы, сморода, крыльевник. В этом году посадили малину. Семья Зарубкиных – это супруги Надежда и Андрей и три дочки. Старшая – София и близняшки Александра и Евгения. Сейчас они счастливые обладатели собственного дома в Калининском районе. Приехать жить за город, признаются супруги, давняя мечта. Наверное, работа сказалась, так как мы работаем в большом торговом центре с большим количеством покупателей, людей. Хотелось спокойствия. Плюс то, что наша семья росла. И когда появились уже близнецы, им нужно энергично бегать, смеяться. А в квартире приходилось все-таки их ограничивать в этом. Как рассказывает Надежда, к переезду в поселок подошли осознанно и продуманно. Важный плюс, который для себя отмечают Зарубкины – в жизни за городом природа. Дети могут проводить больше времени на свежем воздухе, бегать и резвиться. Самое важное – это природа. Действительно, то, что ездить побегать детям, поиграть. Мы не жалеем вообще нисколько. И это прекрасно. Несмотря на то, что дом у нас еще достраивается, и там есть какие-то моменты, все «вот, у вас там еще забор до конца нету». Но зато у нас дети там в зале на самокате могут кататься. Эмоций столько. И еще один момент о том, что много что-то стали делать сами. То есть у меня муж там стены сам полностью сделал, пол сам положил. Это было бы непросто. Но мы все-таки это сделали. И все-таки у каждого ребенка свое пространство достаточно большое. Еще одно преимущество, которое отмечают супруги – взаимодействие с соседями по поселку. Сначала было непривычно, что все общаются друг с другом, узнают, как дела. Однако теперь это дело привычное. Раньше это было больше дачный поселок. Сейчас это, например, процентов 70 здесь живут люди. Прямо круглогодичные, постоянные. И таких, как мы, здесь много, кто переехал с города. Также с детьми здесь живут, с такими же маленькими. То есть город здесь не так далеко. Сочетаемся, гуляемся вместе. Сначала семья стояла на очереди на улучшение жилищных условий. Потом решили принять участие в программе поддержки молодых семей. Помощи от властей ждать долго не пришлось. Через год супруги получили сертификат на покупку жилья. 30% – это сертификат. То есть первоначальный взнос для ипотеки, для покупки жилья, в смысле дома строящегося и участка – это сертификат. Это благодаря администрации Тверской области и программе «Молодая семья». За последние пять лет по итогам работы программы порядка 700 семей в Верхней Волжье воспользовались мерой поддержки. Жилищный сертификат можно направить на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или частично его погасить. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо соблюсти ряд условий. Во-первых, это то, что каждый из супругов не должен достичь возраста 36 лет. Также, согласно документам от администрации муниципальных образований, где они зарегистрированы, они должны быть признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий. И в обязательном порядке они должны иметь дополнительный доход для того, чтобы полноценно улучшить свои жилищные условия. В среднем выплата по сертификату в Тверской области составляет чуть более 600 тысяч рублей. Сумма зависит от состава семьи, стоимости квадратного метра в муниципальном образовании и самого жилья. Сертификат у нас получают абсолютно все жители, которые зарегистрированы на территории Тверской области. Единственное, что они должны обращаться только в тот муниципалитет, где они зарегистрированы. То есть жители города Твери должны быть зарегистрированы тогда в городе Твери. А если они проживают в городе Твери, но зарегистрированы, допустим, в Фировском районе, то, соответственно, они должны обратиться в Фировский район. Сейчас участниками программы являются 33 муниципальных образования региона. А за информацией о необходимых документах и о том, как стать участником, необходимо обращаться в Комитет по делам молодежи Тверской области. Продолжение следует...